Было вот так вот. Значит, в прошлый раз я всякую ерунду говорил, а теперь, значит, чем мы занимаемся, собственно, как бы есть, наша основная работа это преподавание в университете. Нам за это платят, а все остальное мы можем заниматься любой ерундой. И вот это я рассказывал про ту ерунду, которой я занимаюсь, поскольку это мне интересно. Значит, а теперь про то, что можно делать для пользы. И Михаил Михайлович, возможно, скажет, чем можно заниматься. Значит, направления такие. Ну, у меня направления практически привязаны к моим соискателям. То есть это у меня докторанты. Значит, Анна Владиславовна. Это геометризация, эффективная геометризация, геометризация максвеловской электродинамики. Значит, под эффективной геометризацией понимается, наверное, геометризация в духе релятивистской теории гравитации Лагунова. То есть остаются все сущности на месте и поля, и поля, частицы и пространство. Но мы можем поля описывать в виде неких пространственных объектов, то есть геометрических. Значит, и тут, кроме, естественно, в рамках, как и в ОТО, и их расширениях, используется не только стандартная риммановая геометрия, но и ее расширение. То есть мы там дополнительные исходы на рассматриваем, и можно даже шажок делать в Финслерову геометрию и так далее. Проблемы в этом подходе точно такие же, как в общей теории относительности. Это проблема приготовления системы и проблема измерения. Но нас радует только то, что в рамках общей теории относительности сделано достаточное количество, на самом деле, очень недостаточное количество работ. Но есть работы, понятны пути, как реализовывать данные аспекты. То есть операциональные аспекты понятны. Дальше. Анастасия Вячеславовна Демидова. Мы с ней продолжаем. Прошу прощения. Миша, он всех выбирает на АВ, чтобы они запутались. И все слушатели тоже запутались. Ну, еще скажет третий. Алексей Владимирович, например. И пол не будем различать. Тут у нас стахастизация. Значит, ну вот тут мы пока балуемся разными вещами, а именно следующими вещами. Значит, ну, первоначально все идет, модель строится стахастическая, как некий набор взаимодействий, обычно попарный. Можно и более чем одна пара, можно двойные пары, это не важно. Значит, далее мы вводим, собственно, получаем основное кинетическое уравнение какое-либо. И фактически это основное кинетическое уравнение зависит от... Сейчас подожди. Да, да. Что? Ты, он не делился планами. Где он сейчас может быть? Он не очень нужен. А что, уже не сидит у себя? Ну, я не думаю, что он ушел. Может, на четвертый этаж к кому-то зашел. Скорее всего, я думаю так. Или пошел где-то кофе попить. Нет, он броснул у него, так что он... Да, он где-то здесь. Где-то здесь, да. Да, да, мальчик, спасибо. Можно продолжать. То есть, это вот мастер-эквейшн, мы на самом деле два мастера-эквейшна рассматривали. Раньше мы рассматривали Паули, а сейчас мы рассматриваем Линблада. Значит ли это, что все они касаются квантовой физики? Закрытая-открытая система. Значит, да, конечно, конечно, все они касаются. Но Паули, чем хорош, если мы рассматриваем его как уравнение мастера-эквейшн, основное кинетическое уравнение, то оно описывает чистые состояния. Ну вот, с помощью Паули, например, можно вот это вот уравнение Реджи на взаимодействие четырех частиц, например. Значит, а Линблад, он описывает, ну в принципе, это тот же самый. Вот на самом деле, почему Паули и Линблад, когда мы цепочку Боголюбова обрубаем, у нас получается фактически одинаковое уравнение, что с Паули, что с Линбладом. Только учитывая, что в Паули у нас чистое состояние, а тут матрица плотности и все. Вот вся разница, а это на самом деле одно и то же. И, соответственно, все идет из этого. То есть мы переходим от чистых состояний к матрице плотности. И, соответственно, мы сейчас рассматриваем, пытаемся все это описать. Но сейчас, к сожалению, Анастасия Вячеславовна временно выпала, поэтому мы без нее пока работаем. Но надеемся, что она скоро опять сможет работать. Мне интригует Мишу. Анастасия Вячеславовна через полгода родит ребенка. Меньше, я думаю. Ну, я понял, что что-то с этим связано. Но ты говоришь, как она скоро будет, если через полгода родит? Это не скоро будет. Далеко не скоро. Может быть на два года. Нет, нет, нет. Никто уже бывать не будет. А кому она его родит тогда? Ну, она уже взрослый человек. Тут это разные вещи. Должна им заниматься, ребенком. Да, не нужно смешивать. Значит, тут мы переходим в качестве модели. Мы рассматриваем квантовую оптику. Квантовую оптику. Ну, понятно почему. Мы ее рассматриваем, потому что она безмассовая. То есть, это проще всего. Массы нет. Это проще всего. Значит, далее. Плюс к этому мы целое новое направление сделали. Но оно идет не как отдельно. Мы его добавляем во все остальные ингредиенты. Это у нас применение методов, статистических методов или методов машинного обучения для математических моделей. Соответственно, мы пытаемся использовать для решения дифуравнений. Это нейронные сети на основе физики и суррогатное моделирование. Ну, мы во все места его добавляем по возможности просто для вкуса. На самом деле, это у нас в нашей концепции, которую мы пытаемся проводить. Это концепция мультимодельный подход. Значит, ну, идея-то очень простая. Модель должна быть верифицируемая. Для верифицирования модели... Чем можно верифицировать модели? Модель можно верифицировать только другой моделью. Больше ее нечем верифицировать. Экспериментом. Эксперимент – это тоже модель. Это физическая модель. Это наше представление о действительности. Ну, ну. По большому счету, это философски. Это тоже модель философски. Поэтому мы можем... Для Дмитрия мир как воля и представление. Все представляется физически. Он субъективный идеалист. Это мне понятно. Значит... Мы пытаемся применить... Значит, строим так модели, чтобы было несколько модельных подходов в каждом исследовании. То есть, вот у нас... Ну, причем модельные подходы не только принципиальные. Принципиальные, то есть... Для... Открыла, да? Да. Значит, не только... Принципиально разные модельные подходы. То есть, аналитический, имитационный, физический и так далее. Ну, и в каждом модельном подходе разные... Внутри каждого разные подходы. Вот поэтому мы нейронные сети пытаемся использовать, потому что это расширяет спектр стандартных подходов для решения, скажем, дифференциальных уравнений или чего-нибудь другого. В общем, это вот так вот. Значит, и четвертое направление... Это... Мегранельс... Значит, в это направление у меня аспиранты и студенты, группа связана, которые вначале это восприняли очень... Агрессивно. С энтузиазмом большим. Им это очень нравилось, особенно, когда они послушали Сашу Айриана, который им рассказал, что это так чудесно и легко, и просто. И дал им несколько примеров очень простых. И они с большим энтузиазмом кинулись в это. А когда столкнулись с реальностью, как это все работает, их энтузиазм как-то немного подгувял. Приложить надо! Да! Значит, мигрант, он, значит, занимается разными геометрическими вещами. Ну, вот, собственно, это то, о чем я говорил. Скорее всего, это будут методы дифференциальной геометрии, и, скорее всего, дифф-геометрия, дифф-геометрия, и Клиффордова алгебра. Клиффорд. А Клиффордова алгебра или анализ Клиффорда? Ну, я даже не знаю, что там будет. То есть, операторы там дифференцирования будут? А, нет, ну, естественно. Там, что такое дифф-геометрия? Это операторы дифференцирования. Это вверху дифф-геометрия. Да, Клиффорда алгебра, то есть, мы рассматриваем, сужаем дифф-геометрию с рассмотрения общего тензорного формализма, ну, то есть, скажем, с группы... Значит, дифференциальные исчисления на основе Клиффордовых алгебров. Да, мы переходим на Клиффордовские алгебры. Вот так вот. Ну, вот такая вот вещь. Значит, ну, наверное, вот это у нас направление основными, которыми мы и занимаемся. Ну, вот это самое продвинутое, это мы хотим завершить как можно быстрее. Тут проблема следующая. Я не могу завершить это, поскольку у нас изменились немного правила научного консультирования. То есть, это... Мне не хватает всегда одного аспиранта, как не хватало... Это Насте не хватает все время. Значит, и сейчас мне нужен один аспирант, чтобы это завершить. Тут, в принципе, все достаточно понятно, но я думаю, Михаил Михайловичу это мало интересно. Это выходит немного за пределы его интересных. Но я бы показал, ты не говори заранее. Нет, это я с удовольствием подготовлю потом описание этого с объяснением. А, значит, практическое применение этому я даже не знаю какое, но, наверное, есть. А мне писать перестало. Практического применения этому, наверное, и нет никакого. Ну, вот так вот. Значит, сейчас мы пытаемся заниматься нейронными сетями. Что-нибудь, чтобы можно было это использовать. И, конечно... Вот, ну, то, что нам... Так, да. Это средний, вот, это стокостизация. Стокостизация, да. Конечно. Вот мы тут тоже из... Белоруссии вы, наверное... Да, да, да. Виктор. Виктор. Все. И вычисление вообще континуальных интегралов. Там нельзя как-то нейронные сети. Значит, желаются континуальные интегралы. Это как вопрос, не обязательно. Нет, 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 нет. Это вопрос, это вопрос. Это очень интересное направление, континуальные интегралы. Это вот реляционный подход. То есть, когда у нас нету пространства, у нас есть только взаимодействие без посредника между частицами. А тут рассматривается желание считать диаграммы Феймана, да, с помощью... Ну, не обязательно. Конечно. Во-первых, тоже научиться, скажем, считать. Но это, как говорится, экспериментально. Наверное, многие уже этим занимаются в большом масштабе. Считать там многопетлевые диаграммы Феймана с помощью нейронных сетей. Это целое там, глубокое. Ну, или считать интеграл этот... Как целое, ведь есть это направление, особенно квантом и хромодинамики, счеты на решетках. А мы... Ну, у нас здесь свои континуальные интегралы. Вот там обычно что-то под... Ну, например, по определению там есть корреляционная функция какая-то, да, усреднение там через... Это континуальный интеграл усреднения там по полям, соответствующего набора полей для данной корреляционной функции с неким весом. Обычно это Е в степени действия. Вот. Все это, конечно, задано. И, в принципе, можно ли как-то это с помощью нейронных сетей считать? Если такое удалось... Это значит... Экран пропал. А я сбросил экран, у меня что-то планшет перестал работать. Я потом разберусь с ним. Мы же как раз, ну, допустим, парную корреляционную функцию, да, через которую выражают... Ну, турбулентность, например. Выражается спектр генетической энергии. Вот. И посчитать ее там в кавычках точно. Мы же считаем ее по диаграммам Феймана. Оттуда видим некое асимптотическое поведение, там, скейлинговое, там, степенное. И можем вычислять некие амплитуды еще при ней. Целые техники для этого есть. Но всегда, как говорится, это с некой точностью. Ну, а если считать по определению, как континуальный интеграл, да, сейчас нет никакого аппарата на это, вот. А все счеты, ну, которые ведутся там, это решеточные, допустим. Как туда может применять нейронную сеть, может быть. Вот, что я имею в виду. А у конкретных примеров, то, что мы с Малютиным там, я что-то с ним делаю, там более простые задачи, да. Это всегда есть предположение, что как-то можно в действии написать в Гамильтоновой форме. Какое-то с Гамильтоном, у которого мы знаем там, или, по крайней мере, можем, в принципе, вычислять собственные функции. Как-то и потом идет вот разложение через эти собственные функции. И там есть разработана некая методика, но и аналитическая. Ну, там тоже был, наверное, на некоторых шагах, если более сложные задачи, чем те, которые мы сейчас считаем. Может быть, пригодились даже вот эти нейронные сети. Но это я так вслух рассуждаю. Тут нужно понимать, Михаил Михайлович, что такое нейронная сеть. Почему она так популярна? Я плохо понимаю. Это, значит, вот мои рассмотрения размышления, может быть, не очень умные. Следующие. Вот у нас есть метод Галеркина. Метод Галеркина – это фитирующий метод. Мы строим такой многочлен, который фитирует любую функцию, фактически. Ну и поскольку это многочлен, по Верштрассу он с любой точностью может фитирует любую функцию, все это хорошо. Что такое метод нейронной сети? Это тот же самый метод Галеркина, но только у нас получается не один многочлен, а набор многочленов. То есть каждый член многочлена является матрицей. То есть мы как бы, можно представить, что метод Галеркина использует чистое состояние, а нейронная сеть – это тот же самый метод Галеркина, но использующий матрицу плотности. И мы с ней работаем точно так же с нейронной сетью, как с методом Галеркина. То есть метод Галеркина мы вперед строим, назад подгоняем, вперед-назад и идем. С нейронной сетью точно так же. Только у нас из-за того, что матрица плотности, причем может быть очень большая матрица плотности, она у нас может достаточно хорошо приблизить любую другую функцию. Вот в этом, собственно, ее смысл. То есть фактически в методах, статистических методах, то есть методах матстата, математической статистики, нейронная сеть, как универсальный фитеровщик, может заменить любой другой метод. И действительно, это всех вначале очень радовало, а потом оказалось, что чаще всего это слишком трудоемко, и менее точно, чем стандартные методы. Но все равно это модно, и этим можно вполне пользоваться. Менее точно при одинаковых затратах. При одинаковых затратах. Естественно, мы в конце концов можем достигнуть любой точности всегда. то есть нас это нисколько не затруднит, если мы будем бесконечное время что-то там считать. И увеличивая объем памяти. Да, конечно. Ну, например, мы столкнулись с решением диф-уравнений. действительно, что он их решает, но решает очень сложно. Но с другой стороны получились некоторые случаи, когда он с ним удобнее решать было нехорошие жесткие, например, задачи, которые с введением стокастики сваливались в ноль и просто невозможно их было решать, нейронные сети как-то сами их прогоняли. вот все. Ну, вот хорошее направление, если оно будет интересно, то мы можем попробовать его продвигать, да. То есть нейронные сети у нас есть, мы все равно некоторое время у нас набор людей, которые этим занимаются, некоторое время будем их совать во все места, пока мода на это есть и пока не лопнул пузырь нейронных сетей. Ну, ладно, я понял. Хорошо, то есть можно попробовать их вот на этот, на эти расчеты файмановских диаграмм, во-первых, файмановских диаграмм и на расчет континуального интеграла более общего. Более общего, Ну, может, в этом направлении не надо думать. Время у нас есть, вот, поэтому поскольку сейчас время уже практически подошло к двойму отчаливанию, нам через неделю надо быть сейчас погоди, подожди, подожди, да, да, конечно. Ана Славик, на, добрый, чай, добрый, на, чай. Фу. Или пока сделаем перерыв, покуда ты не определяешься. Я думаю, мы перерываемся небольшое. Если в общем будем думать в этом направлении. В этом направлении. Если вот Михаил Михайлович не против, я бы подготовил через некоторое время небольшую презентацию по геометризации Максвелла, что с этим можно делать. Просто в целях рассказа. Более близкого знакомства, детального. Ну, хорошо. Ну, вот, будем на связи, как сообщитель, как, смотри, я потом, через две недели я уже лечу в Словакию, буду там больше месяца, но это совершенно не мешает тому, что мы договорились и встретились так же. Абсолютно. Вот, так что, как вот Дима скажет, что он там готов что-то рассказать, все, ну, значит, будем определять более точно термин. Хорошо? Хорошо. Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо. Хорошо. Слушай, бумаги передали?